Как выглядят наши рекомендации? Также в наших рекомендациях указано наличие метагенного потенциала у каждого противоопухолевого препарата, причем выделяются отдельно как препараты внутривенные, так и таблетированные. И, конечно, обращаем внимание на то, что метагенность комбинированного режима химиотерапии определяется препаратом, который имеет наибольший метагенный потенциал, а комбинация умеренно-метагенных препаратов может повышать метагенность режима в целом. И вот в таком ключе выглядят наши рекомендации, которые перечисляют все препараты по уровню метагенности высокий, когда рвота возникает более чем у 90% больных умеренной, метагенные реакции от 30 до 90% больных низкие от 10 до 30% и минимальные менее 10%. Также в рекомендациях указывается на группы препаратов и препараты, которые помогают корректировать это осложнение, выделяют антагонисты 5-HT3 рецепторов глюкокортикостероиды, антагонисты НК1 рецепторов, блокаторы рецепторов допамина, бензодиазепины мы немножко в этом году вынесли отдельно, уточнив это с фармакологами, и нейролептики. Наши рекомендации не вносят сюда антигистаминные препараты, канабиоиды, дронобилон и набилон, которые отмечены в международных рекомендациях, поскольку они просто не зарегистрированы в нашей стране. И такое вещество как имбирь, которое тоже, как ни удивительно, но все-таки отдельно вынесено в рекомендациях международных. Определен алгоритм профилактики тошноты и рвоты, и главное, что отмечено, что очень важно у пациентов применять профилактическую терапию, поскольку наша задача не просто корректировать в ходе развившегося осложнения тошноту и рвоту, это очень важно, а именно наше профилактическое действие. Критерием эффективности противорвотной терапии является полное отсутствие тошноты и рвоты в течение как острого, так и отсроченного периода. Далее наши рекомендации выделяют варианты проведения профилактики тошноты и рвота при однодневной высокоэмитогенной терапии, которая включает преимущественно в себя возможность проведения вплоть до четырехкомпонентной схемы. Кроме того, отдельно выделяется профилактика умеренно-эмитогенной однодневной химиотерапии, здесь преимущество имеет двухкомпонентная коррекция отсложнения и коррекция также низкой эмитогенной однодневной терапии, где на выбор врача предусмотрен один из вариантов одного из препаратов. Возможность проведения профилактики тошноты и рвоты, возникающей при проведении лучевой терапии, также выделена в отдельный раздел и отмечается, что профилактика, возникающая на фоне лучевой терапии, тошноты и рвоты, проводится с учетом зоны облучения. Также отдельно выделены разделы по возможности профилактики и лечения прорывной тошноты и рвоты, профилактика и терапия условно-рефлекторной рвоты и терапия неконтролируемой тошноты и рвоты, в котором изложены все возможности фармакологической коррекции этих осложнений с использованием ряда лекарственных препаратов. В чем же проблема на сегодня? Проблема в том, что если мы посмотрим на те препараты, которые у нас есть в арсенале, из которых состоят трехкомпонентные схемы, четырехкомпонентные схемы, то мы увидим, что ряд препаратов не являются жизненно важными препаратами. Они здесь выделены красным цветом, а другая часть препаратов весьма достаточно весомая, она здесь выделена зеленым, это использование препаратов off-label. И в такой ситуации, работая в системе ОМС, мы понимаем, насколько для нас сложно является назначение этих препаратов, поскольку нам нужно проводить ВК. Иногда бывает, что стоимость проведения коррекции несколько превышает даже стоимость проведенного лечения, такое встречается. И поэтому, учитывая многие обращения наших коллег, наши рекомендации были изложены в одном из последних вариантов в качестве опционных. То есть мы не давали директивных, однозначных, жестких рекомендаций, а подошли к формулировкам. Вот как мы видим, здесь выделено возможно, допустимо, может быть и так далее. То есть мы ориентируемся на те международные рекомендации, которые есть, но мы предполагаем, что все-таки возможность врачебных назначений, они являются в приоритете. И наши пациенты будут ориентированы, будут откорректированы с учетом все-таки возможностей и тех, которые есть у врачей. И таким образом мы подошли к тому вопросу, который действительно является актуальным на сегодня относительно препаратов нежизненно важных и оффлейбл, который входит в состав трех и четырех компонентных схем и тех формулировок, которые мы используем в наших рекомендациях. Нужны ли в наших рекомендациях все-таки жесткие формулировки об использовании препаратов, в том числе нежизненно важных и оффлейбл, или все-таки лучшие эти рекомендации, вот такие, как у нас есть сейчас, с опционным выбором этих препаратов, поскольку мы знаем особенности назначения через ВК, их стоимость и так далее. И первый вариант ответа – это да, нужны жесткие формулировки. И второй вариант – это нет, нужны опционные. Пожалуйста, мы просим вас проголосовать. Голосование уже запущено. Голосую. Сейчас нам покажут, выведут на экран результаты голосования. Две секундочки. Да, нужны жесткие формулировки 57%. Нет, нужны опционные – 43%. Вот такие результаты голосования, Любовь Владимировна. Ну, это очень интересный момент, потому что я думаю, что мы, конечно, учтем эти пожелания, поскольку мы пошли навстречу, фактически убрав жесткие формулировки. Ну, видимо, наверное, нам нужно возвращаться к тому, что было раньше, и все-таки учитывать те международные рекомендации, которые есть, и формулировать все достаточно однозначно. Но дальше по нашей презентации. И метагенный потенциал препаратов, принимаемых внутрь. У нас есть большое количество препаратов, которые принимаются перорально. Вот здесь список, который на сегодня актуален в обществе МАСК. ЭСМО приняты. В наших рекомендациях эти препараты вынесены в нашу табличку в параллельном варианте. Вот в таком вот и достаточно актуально обновляются достаточно регулярно. И в этом году по предложению Алексея Александровича Румянцева предложено нам ввести раздел, который будет посвящен профилактике тошноты и рвоты при применении пероральных противоокухолевых препаратов. Вот те формулировки, которые мы планируем включить на сегодня, они представлены здесь на слайде. Они сообщают нам о том, что на сегодня доказательная база в этой категории противоокухолевой терапии все-таки отсутствует. И при выборе режима противоработной терапии следует руководствоваться данными специальной литературы. Вне зависимости от уровня эмитогенности пероральных противоокухолевых препаратов, ситуация должна быть оценена индивидуально. И при возникновении тошноты и рвоты на фоне лечения и при выборе режима профилактики на фоне проведения пероральной терапии нужно начинать терапию с минимально эффективной дозы в течение минимально допустимого времени периода. Поскольку мы понимаем, что эффективность и безопасность многих противорвотных средств при долговременном применении не изучены на сегодня. И существуют определенные риски кумулятивной токсичности для многих препаратов, применяемых с целью профилактики лечения тошноты и рвоты. В том числе и кортикостероиды, метаклопромид, другие препараты. И мы подходим к следующему вопросу, который будет касаться этого нового раздела. Нужен ли в рекомендациях этот раздел о профилактике тошноты и рвоты при использовании пероральных противоокухолевых препаратов? Да, нужен. Второе, нет, не нужен. Пожалуйста, проголосуем. Голосование запущено. Сейчас мы увидим результаты голосования. Да, нужен 95%. Нет, не нужен. 5%. Любовь Юрьевна, вы слышите? Да, да. Эти новые рекомендации будут включать этот раздел, который фактически подготовлен. И мы переходим дальше к информации. В заключение мы определим то новое, что у нас есть в рекомендациях, наверное, международных. Но прежде всего напомню, что на последнем ЭСМО были представлены результаты по лечению больных раком легкого, которые получали в качестве основного препарата цисплотин. И пациенты были включены в исследование с использованием НЭПа и Дексаметазона. И вот здесь было оценено три режима использования этих препаратов. Они здесь представлены на слайдах. И по результатам этого исследования, первичной его конечной точкой эффективности являлся полный ответ с отсутствием рвоты и отсутствием использования других препаратов в течение общей фазы. И вот по результатам этого исследования была выработана стратегия щадящего режима Дексаметазона, основанная на НЭПа, предполагающая возможность назначения с целью профилактики многокомпонентной схемы только в первый день, за один день, за цикл до введения цисплотина. И в наших рекомендациях это тоже учтено, поскольку вот два раздела, которые предполагают, что пациенты при неплатиносодержащей химиотерапии с невысоким уровнем тошноты, при плохой переносимости глюкокортикоидом рекомендовано введение Дексаметазона только в первый день. Пациенты с непереносимостью глюкокортикоидов могут заменить терапию Дексаметазона на ланзопин. И второй и третий день лечения Дексаметазона может быть назначен при наличии тошноты и рвоты на усмотрение лечащего врача. И еще один интересный момент, который обсуждается в последнее время, это использование антагонистов НК1-рецепторов при карбоплотинсодержащих режимах, поскольку было показано в ряде исследований, что их использование позволяет значительно уменьшить осложнения в виде тошноты и рвоты при использовании. В наших международных рекомендациях карбоплотин вынесен отдельно, как мы видим, и в наших рекомендациях он внесен при наличии АУК более четырех, вот в таком виде. То есть мы это все учитываем, но он внесен в общий список препаратов. Вопрос заключается в том, как, по вашему мнению, нужно ли отдельно выносить рекомендации по карбоплотинсодержащим режимам, как это представлено в международных лиц, достаточно того, что мы внесли карбоплотин САУК больше четырех в высокоэмитогенные препараты. Вот ответы на вопросы. Первый – это да, нужно, и нет, не нужно. Голосование запущено, организаторы мне сообщили. Пожалуйста, голосуйте. Результаты голосования – да, нужно. То есть включать по карбоплотинсодержащим режимам, выносить их отдельно – да, нужно – 73%, нет, не нужно – 27%. Хорошо, спасибо. И, собственно говоря, заключающий слайд, он касается также одного из новых исследований, связанных с использованием оральных конопиоидов, которые в нашей ситуации, в принципе, их использовать мы не сможем, поскольку у нас нет таких препаратов зарегистрированных. Но в этом исследовании было показано, что они помогают достигнуть полного контроля над тошнотой рвота и приводят к отсутствию неплановых назначений, но это чисто в плане информации, поскольку это является одним из новых сведений, которые были получены в последнее время по противорвотной терапии. На этом я заканчиваю. Благодарю всех за внимание, благодарю всех за голосование, за активное участие. Спасибо всем. Спасибо.